Ранная интенсификация лечения метастатическим гормоноочувствительным раком предстоятельной железы и раком предстоятельной железы остаются в Российской Федерации очень высокими. Мы знаем, что этот процент значительно ниже в Европе, значительно ниже в Соединенных Штатах Америки, в России. Видимо, пока не из-за достаточно эффективного скрининга этот процент достаточно высокий, около 20%. По объему метастатического поражения все пациенты разделяются на пациентов с большим объемом метастатического поражения и с малым объемом метастатического поражения. Основным критерием служит наличие висцеральных метастазов, наличие костных метастазов. Видите, две классификации чарта этой латитюд. В одной классификации больше четырех костных метастазов. И один должен быть за пределами осевого скелета. В второй классификации три и более костных метастазов. И ГЛИСН-8 и выше также классификация латитюд является одним из факторов риска. Прогноз пациентов существенно отличается от того, возникли ли метастазы уже на момент установки диагноза. Это, мы говорим, пациенты с ДНОВА метастатическим раком предстоятельной железы. А есть больные, которых мы лечили с помощью радикальной простатоктомии, лучевой терапии. А затем постепенно у них было отмечено прогрессирование заболевания и появление отдаленных метастазов. Так вот, судьба этих двух категорий больных совершенно разная. Вы видите, что пациенты с первые выявленным метастатическим раком предстоятельной железы и с большим объемом метастатического поражения имеют существенно худший прогноз. Их медиана выживаемости составляет всего три года, в то время как у пациентов метастатическим раком, который развился после ранее проведенного радикального лечения, в особенности пациентов с малым объемом метастазов, показатели выживаемости значительно лучше и медиана их выживаемости может превышать даже 8 лет. Исторически мы пытались улучшить результаты гормональной терапии метастатического гормоночувствительного рака за счет добавления антиандрогенов первого поколения к медикаментозной или хирургической кастрации. Эта форма лечения называлась МАП, максимальная андрогенная блокада, но, к сожалению, добавление антиандрогенов первого поколения не улучшало результаты. Вы видите метаанализ 27 исследований, который не показал достоверных улучшений общей выживаемости. Более того, если мы назначаем антиандрогены первого поколения, а затем переходим уже на современные препараты, которые мы должны применять, на энзолутамид или абиротерон, то мы существенно ухудшаем эффективность этих препаратов назначением бикулутамида. Поэтому я призываю вас не назначать бикулутамид. Вы видите кривые выживаемости пациентов, которые перед абиротероном получили бикулутамид и перед энзолутамидом получили бикулутамид. И вы видите, что вот кривые, одна выше, одна ниже, это как раз те, кто не получил, а те, кто получил. Поэтому назначение антиандрогенов первого поколения на сегодняшний день показано только для снижения риска возникновения эффектов вспышки. Это краткосрочная терапия, не более одного месяца. Монотерапия антиандрогенами первого поколения не рекомендуется. И максимальная андрогенная блокада в том виде, в котором мы ее знали, на сегодняшний день не должна применяться. Но появились антиандрогены второго поколения, такие препараты, как энзолутамид, апалутамид и даролутамид. Их механизм действия несколько отличается от антиандрогенов первого поколения, потому что они не просто блокируют рецепторы на опухолевой клетке, рецепторы к антиандрогенам, но также блокируют транслокацию комплекса андроген-рецептор в ядро клетки и препятствуют связыванию этого комплекса с ответственными участками ДНК, которые приводят к пролиферации опухолевой клетки. На сегодняшний день антиандрогены второго поколения должны использоваться в 8,5 раз чаще по сравнению с андрогенами первого поколения. Вы видите, что энзолутамид должен использоваться в 2,5 раза чаще апалутамида за счет большого количества показаний. И средний курс лечения антиандрогенами второго поколения в рекомендациях Минздрава составляет 350 дней, а если мы посмотрим, сколько мы должны использовать антиандрогены первого поколения, такие как бикулутамид, то это всего 22 дня. Очень короткий курс. Показания. Энзолутамид – наиболее изученный антиандроген нового поколения. Вы видите, что он зарегистрирован при всех показаниях лечения распространенного рака предстательной железы, как у пациентов с метастатическим гормоночувствительным раком предстательной железы, неметастатическим констерционно-рефрактерным и метастатическим констерционно-рефрактерным раком предстательной железы. Это единственный препарат, который зарегистрирован по всем этим показаниям. Конечно, за последние 5 лет произошел очень большой прогресс в лекарственном лечении распространенного рака предстательной железы, огромное количество исследований третьей фазы, на основании которых как раз и пишутся те рекомендации, которые вы читаете и следуете этим рекомендациям к своей клинической практике. Давайте посмотрим, что нам дали эти новые препараты. Они дали очень существенное увеличение пятилетней общей выживаемости. Видите, приблизительно 14% прироста общей выживаемости при применении препаратов нового поколения. Я остановлюсь на одном исследовании, энзомед, потому что оно, в общем-то, с двух сторон интересно. С одной стороны, оно показывает возможности уже новой формы максимально андрогенной блокады, комбинации андрогендепрессионной терапии с антиандрогеном нового поколения, и сравнивает со старой антиандрогенной блокадой антиандрогенной терапии с бекулутамидом или нилутамидом или флутамидом. Но, кроме того, часть из этих пациентов получила также доцитоксел. То есть это была тройная комбинация, что тоже очень интересно, потому что на сегодняшний день тройные комбинации, они входят в нашу жизнь, и, возможно, на следующий год будут уже рекомендации к тройным комбинациям. Итак, две группы пациентов с антиандрогенами нового поколения, с антиандрогенами старого поколения, плюс-минус доцитоксел. Первичной и конечной целью исследования была оценка общей выживаемости, вторичной оценка ПСА прогрессии, выживаемости без прогрессирования, нежелательных явлений и, конечно, качества жизни. Пациенты были хорошо сбалансированы по объему метастатического поражения, по тому, возникли эти метастазы на момент установки диагноза или развились позже. То есть это были вполне сравнимые группы пациентов, и мы видим, что первый анализ этого исследования показал достоверное снижение риска смерти при применении энзолутамида в комбинации с андроген-депривационной терапией со снижением риска смерти на 33%. При сроке наблюдения 36 лет вы видите медиана выживаемости существенно выше у пациентов, которые получали энзолутамид по сравнению с пациентами, которые получали или бикулутамид, или флутамид, или другой антиандроген. В этом году на АСКО уже были озвучены 5-летние результаты наблюдений. Мы видим, что сохраняется достоверное и существенное преимущество в отношении общей выживаемости уже при сроке 5 лет. Мы уверены, что 5-летняя общая выживаемость в группе пациентов существенно выше, которые получали энзолутамид по сравнению с пациентами, которые получали антиандрогены первого поколения. И при подгрупповом анализе, что важно, я с этого начал, что у нас есть разные категории пациентов, кто-то обладает лучшим, кто-то худшим прогнозом в целом, но вне зависимости от этих критериев, это объем опухоли, время появления метастазов, балл по шкале глисона, у всех пациентов отмечалось снижение риска смерти почти в 2 раза по сравнению с пациентами, которые получали антиандрогены первого поколения. 5-летняя общая выживаемость в зависимости от раннего назначения доцитоксела существенно была лучше у пациентов, которые исходно имели отдаленные метастазы, и также у пациентов с большим объемом опухоли. Конечно, прогноз у пациента с малым объемом опухоли лучше, и у пациентов с метастазами, которые появились позже, также лучше, но во всех подгруппах больных достоверные показатели статистические улучшения выживаемости. Если говорить о беспрогрессивной выживаемости, то также мы видим достоверное улучшение выживаемости без биохимической прогрессии у пациентов, которые получали энзолутамид, и время доклинического прогрессирования было значительно дольше, снижение риска прогрессирования на 60% было зарегистрировано у пациентов, которые получали энзолутамид, опять же, вне зависимости от того, был ли у пациентов малый или большой объем метастазической нагрузки, вне зависимости от того, получали ли они ранее терапию доцитокселом или не получали. Если говорить о безопасности, то мы все прекрасно знаем, препарат энзолутамид обладает очень выгодным профилем безопасности, с минимальным числом нежелательных явлений 3-4 степени, и в этом исследовании также крайне невысокая частота нежелательных явлений 3-4 степени вполне сравнима с нестероидными препаратами первого поколения. Даже в некоторых случаях профилем безопасности энзолутамиду лучше, чем антиандрогенов первого поколения. Длительность лечения энзолутамидом была в 2,5 раза дольше. Медиана для нестероидных антиандрогенов составила всего 22,6 месяцев, а для энзолутамида почти 58 месяцев. То есть пациенты получали лечение энзолутамидом почти 4,5 года. Причем большинство пациентов при прогрессии в группе сравнения в дальнейшем получали различные лечения. И несмотря на это, медиана их выживаемости была существенно хуже, чем у пациентов, которые получали энзолутамид. Таким образом, сегодня мы, конечно, должны полностью отказаться от максимальной андрогенной блокады, которую мы использовали ранее. Мы должны понимать, что основой лечения метастатического гормоночувствительного рака является комбинированная терапия либо с доцитокселом, мы должны комбинировать андроген-депривационную терапию либо с абиротероном, либо с аполутамидом, либо с энзолутамидом. Абиротерон в сочетании с преднизолоном применяется, поэтому, конечно, это увеличивает число нежелательных побочных эффектов. В случае невозможности комбинированной терапии, это отдельные пациенты, возможно, проведение монотерапии, но это небольшой процент больных, а в целом, конечно, должна применяться только комбинированная терапия и на консенсусной конференции 97% экспертов проголосовали за именно комбинированную терапию, а андроген-депривационная терапия в монорежиме была рекомендована только тремя процентами больных. Посмотрите, насколько увеличилась медиана общей выживаемости за счет использования антиандрогенов второго поколения. Почти на два года мы увеличили медиану общей выживаемости у пациентов. Если мы сразу начинаем комбинированное лечение с использованием антиандрогенов нового поколения. Таким образом, в Российской Федерации у нас зарегистрировано три варианта комбинированной терапии. Это энзолутамид, апалутамид и доцитоксел. Комбинация с энзолутамидом имеет один из самых длительных по своей предложительности периодов наблюдения. Медиана общей выживаемости у пациентов, которые получают энзолутамид, на сегодняшний день в исследовании энзомед еще даже не достигнута. И несмотря на то, что уже больше пяти лет они получают лечение, кстандия в комбинации с андрогенов и революционной терапией достоверно улучшает все показатели выживаемости, независимо от объема опухолевого поражения, от предшествующей терапии доцитокселом и от времени появления метастазов. Профиль токсичности у энзолутамиды очень и очень благоприятный. Практически противопоказаний к его назначению нет. И используя комбинацию энзолутамид с андрогендоперационной терапией при метастатическом гормоночувствительном раке предстоятельной железы, у нас остается ресурс для последующей терапии уже при развитии констерционной резистентности в виде назначения, например, тех же самых токсанов. На этом я заканчиваю свое выступление.